Здравствуйте, ребята! Меня зовут Нина Александровна Наговицына, я учитель математики. И мы продолжаем серию уроков математики для учащихся девятых классов. Мы рассмотрим одну из основных линий в математике — это уравнение. И сегодня на уроке мы рассматриваем линейные и иррациональные уравнения. Также мы обратим внимание на примеры, где ребята иногда допускают ошибки. Итак, приступаем. Задание — решить уравнение. 5 минус 2х равняется 11 минус 7 умноженное на х плюс 2. Посмотрите, ребята, здесь надо раскрыть скобки. Но обратите внимание, что перед скобкой стоит знак минус. Если перед скобкой стоит знак минус, то при раскрытии скобок мы должны поменять знак на противоположный. Равняется 11 минус 7х минус 14. Итак, соберем все неизвестные в левой стороне. При переносе знак у нас тоже меняется. А известные запишем в правой. Итак, минус 2х плюс 7х получается 5х. А в правой стороне у нас получится минус 8. Отсюда х равен минус 8 делим на 5. х равен минус 1,6. В ответ мы запишем минус 1,6. Следующий пример. х плюс 7 минус х деленное на 3 равняется 3. Обратите внимание, здесь у нас есть знаменатель. Умножим все это на 3. 3 умножить на х плюс 3 умножить на 7 минус 3 умножить на х деленное на 3 и 3 умножить на 3. Обратите внимание, вот эти троечки у нас как раз сократятся. 3х плюс 21 минус х равняется 9. Приведем подобные. 2х равняется 9 минус 21. 2х равняется минус 12. И отсюда х равен минус 12 делим на 2. х равен минус 6. Ответ. Минус 6. Следующий пример. Задание такое. Решите уравнение. Если в уравнении несколько корней, в ответ запишите без пробелов по возрастанию. Минус 5х плюс 3 умноженное на выражение минус х плюс 6 равняется 0. Обратите внимание, очень часто ребята начинают рассказывать, скрывать скобки. Но мы решим гораздо легче. Давайте вспомним, когда у нас произведение равняется 0. Произведение равняется 0, когда 1 из множителей равен 0, при этом 2 существует. Зная это утверждение, мы можем приравнять к 0 первый множитель и второй множитель. И у нас получается два простейших линейных уравнения. Решаем. Переносим 3 с противоположным знакам. И отсюда х равен минус 3 делим на минус 5. Минус на минус даст нам плюс. Ответ будет положительный. 0,6. Второе уравнение решаем. Минус х равен минус 6. Х равен 6. Мы получили с вами 2 корня. Вспомним, как надо было записать ответ. Если корней несколько, в ответ запишите без пробелов по возрастанию. Наименьший корень у нас 0,6. По возрастанию без пробелов дальше записывается число 6. Обратите внимание на условия при решении уравнений. Иногда просят записать наибольший корень, наименьший корень, сумму корней. И как в данном случае, 2 корня без пробелов и запятых по возрастанию. Следующий пример. 2х в квадрате минус х минус 1 равняется х в квадрате минус 5х минус минус 1 и минус х в квадрате. Что мы видим? Мы видим, что опять надо раскрыть скобки и перед скобкой у нас стоит знак минус. Помним, если перед скобкой стоит знак минус, мы должны поменять знаки. Раскрыли скобки. Давайте приведем подобные. 2х в квадрате минус 5х плюс 1. Теперь все перенесем влево. Помним, что при переносе мы тоже должны поменять знак. Теперь обратите внимание, что 2х в квадрате и минус 2х в квадрате, они у нас взаимно уничтожаются. Очень часто ребята говорят сокращаются. Это неправильно. Сокращение это знак деления, то есть действие деления. А здесь мы вычитаем 2х в квадрате минус 2х в квадрате, это будет 0. Они взаимно уничтожаются. Минус х плюс 5х получаем 4х. Минус 1 и минус 1 будет минус 2. 4х минус 2 равно 0. Отсюда 4х равняется 2. Обращаю на ваше внимание, очень часто дети просто большее делят на меньшее. Это неправильно. Посмотрите, это произведение. Первый множитель, второй множитель произведения. Чтобы найти второй множитель, мы должны произведение поделить на первый множитель. То есть здесь надо делить по правилу. Получается 1 вторая. Можно записать в виде десятичной дроби. Итак, ответ у нас 0,5. Следующий пример. Следующее уравнение у нас рациональное. х минус 6, деленное на 2, минус х, деленное на 3, равняется 3. Обратите внимание, здесь у нас тоже есть знаменатель. Общий знаменатель будет 6. Поэтому мы все это уравнение умножим на 6. Пропишем. 6 умноженное на х минус 6. х минус 6, деленное на 2, минус 6 умноженное на х, деленное на 3. И 6 умноженное на 3. Мы видим, что число 6 и 2 сокращаются на 2. Здесь у нас останется 3, тут 1. Здесь сокращаем на 3. Тут 1, тут 2. Запишем, что осталось. Равняется 18. И мы пришли к линейному уравнению, который мы уже умеем решать. Раскрываем скобки. Приводим подобные. И минус 18 переносим вправо с противоположным знаком. И у нас получится х равен 36. В ответ мы запишем 36. Следующее уравнение. х, деленное на 12, плюс х, деленное на 8, плюс х, равняется минус 29 шестых. Обратите внимание, здесь у нас уже три числа разных. Поэтому общий знаменатель будет уже 24. Умножаем все на 24. Также пропишем. Каждая слагаемая умножим. И внимательно посмотрим. 24 и 12 сокращается на 12. 24 и 8 сокращается на 8. Тут будет 3. И у нас 24 и 6 сокращается на 6. Будет 4. Тут у нас останется в знаменателе по единичке. Итак, что у нас получилось? 2х плюс 3х плюс 24 равняется... Минус 29 надо умножить на 4. Будет минус 116. Приводим подобные. 2х плюс 3х плюс 24х. Это будет 29х. Равняется минус 116. Отсюда х равен... Минус 116 мы делим на 29. Обратите внимание, минус до плюс... Ответ будет у нас с минусом. 116 делим на 29. Будет 4. Минус 4 ответ. Итак, наш урок подходит к концу. Желаю вам всего хорошего. До следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»!